Они с трудом спускались по отлогому берегу, и тот, что шел впереди, один раз чуть не упал, споткнувшись о валуны. Они устали и ослабели, и на их лицах лежала печать покорности, рожденной долгими лишениями. Они сгибались под тяжестью тюков, завернутых в одеяло. Тюки держались на ремнях, которые были надеты на плечи и на лоб. Каждый из них нес ружье. Они шли, сгорбившись, вытянув шею и не поднимая глаз от земли. «Хотел бы я иметь сейчас хоть два патрона из тех, что мы припрятали в тайнике», — сказал второй путник. Его голос звучал ровно и бесстрастно. Он говорил вяло, без всякого воодушевления. «Тот, что шел впереди, шагнул в мутный поток, который пенился среди камней, и не удостоил товарища ответа». Второй путник последовал за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была холодная, как лед, такая холодная, что лодыжки у них заломило, и ступни сразу онемели. В некоторых местах вода доходила им до колен, и оба они, пошатываясь, нащупывали ногами дно. Тот, который шел позади, поскользнулся на гладком камне и чуть не упал, но хоть и с трудом, а удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. У него закружилась голова, и он вытянул свободную руку, как будто пытаясь найти опору в воздухе. Восстановив равновесие, он шагнул вперед, но снова зашатался и чуть не упал. Тогда он встал, как вкопанный, и посмотрел на своего спутника, который шел впереди, и ни разу не оглянулся на него. С минуты он стоял неподвижно, словно борясь с самим собой, потом крикнул «Слушай, Билл!» и, окажется, вывихнул ногу. Билл продолжал перебираться через мутный поток. Он не оглянулся. Второй следил за ним. Лицо его по-прежнему ничего не выражало, но глаза стали похожи на глаза раненого оленя. Билл уже взобрался на противоположный берег и, не оборачиваясь, шел вперед. Второй стоял посреди ручья и следил за ним. Его губы слегка дернулись, и видно было, как над ними дрогнула рыжая щетина. Он провел по губам кончиком языка. «Билл!» — крикнул он. В этом крике была мольба сильного человека, попавшего в беду. Но Билл не обернулся. Тот, что остался позади, следил, как он, не твердый походкой, спотыкаясь, неуклюже взбирается вверх по отлогому склону по направлению к неясной линии горизонта, сливающейся с низким холмом. Оставшийся позади следил за товарищем до тех пор, пока тот не перевалил через гребень и не пропал из виду. Тогда он отвернулся от холма и медленно обвел глазами тот круг Вселенной, что остался ему после ухода Билла. У горизонта тускло тлело солнце, затянутое испарениями, туманами, которые казались плотной массой, без контуров и очертаний. Человек вынул часы, перенеся всю тяжесть тела на одну ногу. Стрелки показывали четыре. Был конец июля или начало августа. Уже в продолжении недели или двух он не вел счета дня. Но знал, что солнце находится приблизительно на северо-западе. Он взглянул на юг и подумал, что где-то там, за этими холмами, лежит большое медвежье озеро. Что в той же стороне, через канадскую бесплодную равнину, проходит северный полярный круг. Ручей, в котором он стоял, был притоком реки Капермайн. А та, в свою очередь, текла на север и впадала в залив Коронации и в северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал в этих местах и знал их только по карте гудзоновской компании. Его глаза снова обижали тот круг вселенной, который ему остался. Зрелище было невеселое. Повсюду взгляд его встречал расплывчатую линию горизонта. Кругом тянулись низкие холмы, ни деревьев, ни кустарника, ни травинки, ничего, кроме огромной страшной пустыни. И в глазах его появился страх. Бил, прошептал он, и еще раз бил. Он весь съежился, стоя посреди мутной воды, словно бесконечное пространство вокруг давило на него с неодолимой силой и безжалостно сокрушало его своим спокойным величием. Его начало трясти, как в лихорадке. Ружье, выскользнув из рук, с плеском упало в воду. Это заставило его прийти в себя. Он поборол страх, овладел собой и, пошарив в воде руками, нашел ружье. Потом переложил тюк поближе к левому плечу, чтобы на поврежденную ногу приходилось меньше тяжести, и медленно, осторожно двинулся к берегу, вздрагивая от боли при каждом шаге. Он шел, не останавливаясь, с отчаянием, доходящим до безумия, не обращая внимания на боль, он торопился добраться до гребня холма, за которым исчез его товарищ. И вид у него был куда нелепее и смешнее, чем у Билла, когда тот, спотыкаясь, взбирался вверх. Но с гребня перед ним открылась безжизненная долина. Он снова вступил в борьбу со страхом, преодолел его, передвинул мешок еще ближе к левому плечу и, прихрамывая, стал спускаться вниз. Дно долины было болотистое, вода пропитала густой слой мха, точно губку. Она брызгала у него из-под ног при каждом шаге, и влажный мох, отрываясь от подошв, издавал хлюпающий звук. Человек шел от кочки к кочке по следам своего товарища, то обходя валуны, которые торчали, как островки, среди моря мха, то шагая прямо через них. Он не сбивался с пути, хоть и шел один. Впереди, по его расчетам, должно было быть маленькое озеро, окаймленное чахлыми карликовыми елями и пихтами. Это место называлось Тинчиничилли, что на местном языке значит «страна маленьких палок». А в озеро впадал небольшой ручей, с прозрачной, а не мутной, как молоко водой. У ручья растет камыш, это ему хорошо запомнилось, но леса там нет. Он пойдет вверх по течению этого ручья до его истока, пересечет водораздел и, держа путь на запад вдоль другого ручья, спустится по берегу до слияния его с рекой Дис, а там, под перевернутым челноком, прикрытым грудой камней, найдет свои запасы. Под челноком спрятаны патроны, рыболовные крючки и лески, небольшая сеть, все приспособления для того, чтобы ловить и убивать живность, добывать себе пищу. Там же есть и мука, правда немного, кусок копченой грудинки и бобы. Билл будет ждать его там, и они спустятся в челноке по реке Дис до большого медвежьего озера. Потом пересекут озеро, все время держа на юг, пока не достигнут реки Маккензи. На юг, все время на юг, а зима опустится за ними в погоню, вода будет замерзать у берегов, дни будут становиться все свежее, студеннее, а они будут двигаться на юг, к какому-нибудь теплому посту гудзоновской компании, где растут высокие ветвистые деревья, и где еды сколько угодно. Таковы были мысли человека с трудом шагавшего вперед. Мозг его работал так же упорно, как и тело, и он заставлял себя думать, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет у челнока. Он должен был так думать, иначе не оставалось никакого смысла бороться, и надо было бы лечь здесь и умереть. И в то время, как тусклый шар солнца медленно спускался к северо-западу, человек рассчитывал каждый дюйм пути, который они совершат вместе с Биллом, убегая на юг от надвигающейся зимы. И он снова и снова перебирал в уме запасы пищи, спрятанных в тайнике, и запасы пищи на посту гудзоновской компании. Он ничего не ел уже вторые сутки и давно не знал, что такое сытость. Время от времени он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые, во рту оставалось твердое горькое семя. Он знал, что эти ягоды непитательны, но терпеливо жевал их движимой надеждой, которые сильнее знания и не считается с опытом. В девять часов он, ушиб большой палец ноги об острый камень, пошатнулся и упал от страшной слабости и переутомления. Он лежал некоторое время неподвижно на боку, потом стянул с плечи с головы лямки тюка и с трудом сел. Темнота еще не сгустилась, и, приглядываясь в сумерках к земле, он стал шарить вокруг себя сухой мох. Собрав целую охапку, он развел костер, тлеющий дымный костер, и поставил вскипятить воду в котелке. Потом развязал тюк и прежде всего сосчитал спички. Их было шестьдесят семь. Для верности пришлось пересчитать три раза. Он поделил спички на несколько частей, завернул в пергамент и спрятал одну пачку в пустой кисет, другую за подкладку потрепанной шапки, а третью на грудь под рубашку. Когда с этим было покончено, его вдруг охватил панический страх. Он развернул спички и снова сосчитал. Их было по-прежнему шестьдесят семь. Потом он высушил у огня обувь. Макосины превратились в мокрые лохмотья. Шитые из одеяла носки местами проносились насквозь, и ноги были стерты до крови. Больная лодыжка воспалилась. Он внимательно осмотрел ее. Она так распухла, что стала толщиной с колена. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и крепко перетянул лодыжку. Потом оторвал еще несколько полос и обернул ими ноги. Это должно было заменить носки и макосины. Выпил горячую окутанной паром воду, завел часы и лег, завернувшись в одеяло. Он спал, как убитый. Около полуночи ненадолго стемнело, и вскоре опять начало светать. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, в той стороне забрежжил рассвет. Само же солнце было скрыто серыми облаками. В шесть часов путник проснулся, спокойно лежа на спине. Он поднял глаза к серому небу и почувствовал голод. Приподнявшись на локти, он вдруг услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который с опаской и с любопытством смотрел на него. Олень был совсем близко, в каких-нибудь пяти, десяти шагах. Человек сразу представил себе кусок оленины, шипящей на сковородке, и даже ощутил ее вкус. Он машинально схватил незаряженное ружье, прицелился и спустил курок. Олень фыркнул, прянул в сторону и, стуча копытами, понесся по камням. Путник выругался и отбросил от себя ружье. Приподнимаясь с земли, он громко застонал. Это был тяжкий, долгий труд. Его суставы хрустели, двигаясь, как на ржавых шарнирах. Согнуть или разогнуть их стоило каждый раз огромного усилия воли. Когда он, наконец, поднялся на ноги, ему понадобилось еще несколько минут на то, чтобы выпрямиться и принять вертикальное положение, свойственное человеку. Он взобрался на небольшой холмик и посмотрел по сторонам. Вокруг ни деревьев, ни кустарника, ничего, кроме серого моря мха, однообразие которого лишь кое-где нарушалось серыми скалами, серыми лужами и серыми ручейками. Небо тоже было серое. Ни солнце, ни даже намека на солнце. Путник не имел ни малейшего представления, где север, и забыл, с какой стороны он пришел сюда прошлой ночью. Но все же он не сбился с пути. Он знал это. Скоро будет страна маленьких палок. Она лежит где-то налево, недалеко. Может быть, как раз за следующим низким холмом. Он вернулся упаковывать свой тюк. Удостоверившись, что все три пакетика со спичками целы, он не стал их пересчитывать. Но над туго набитым мешочком из оленей кожи призадумался. Мешочек был невелик. Его можно было прикрыть ладонями. Но весил он 15 фунтов. Столько же, сколько вся остальная поклажа. И это беспокоило путника. Он отложил мешочек в сторону и занялся другими вещами. Потом остановился, поглядел на туго набитый мешочек из оленей кожи. Быстро поднял его и бросил вызывающий взгляд по сторонам, как будто пустыня хотела отнять у него это сокровище. И когда, наконец, он поднялся на ноги и побрел вперед, навстречу новому дню, мешочек из оленей кожи, увязанной вместе с другими вещами, лежал у него за спиной. Путник пошел влево время от времени, нагибаясь за ягодами. Лодыжка у него словно одервенела, хромота заметно усилилась, но боль в ноге была ничтожна по сравнению с болью в желудке. Муки голода становились все нестерпимее. Они грызли и грызли его, пока он не перестал соображать, куда ему надо идти, чтобы достигнуть страны маленьких палок. Ягоды не утоляли голода, а их горечь только раздражала язык и небо. Он очень устал, и ему хотелось отдохнуть, лечь на землю и уснуть мертвым сном. Но голод, именно голод, а не желание дойти до страны маленьких палок, все время гнал его вперед. Он искал лягушек в лужах и копал ногтями землю, отыскивая червей, хотя и знал, что так далеко на севере не водятся ни черви, ни лягушки. Он тщетно заглядывал в каждую лужу и, наконец, с наступлением сумерок, увидел в одной такой лужи рыбку, величиной с пескаря. Он погрузил в воду правую руку, но рыбка ускользнула от него. Тогда он принялся ловить ее обеими руками и взбаламутил весь ил на дне. Увлекшись ловля, он упал и вымок до пояса. Вода так замутилась, что рыбку уже нельзя было разглядеть, и ему пришлось ждать, пока ил осядет на дно. Путник возобновил поиски и опять замутил воду. Но ему было не в терпеж. Он отвязал котелок и принялся вычерпывать воду из лужи. Сначала он вычерпывал яростно, обрызгивая себя с ног до головы и выливая воду так близко, что она опять стекала в лужу. Потом начал действовать более осторожно, стараясь сохранить спокойствие, хотя сердце его колотилось и руки дрожали. Через полчаса лужа была почти осушена. На дне не осталось и пригоршни воды. Но рыбки не было. Он увидел скрытую расщелину между камнями, через которую она ускользнула в соседнюю, гораздо большую лужу, такую, что ее не удалось бы вычерпать и за сутки. Если бы знать об этой расщелине заранее, ее можно было бы заложить камнем, и рыбка не ушла бы от него. Подумав об этом, он весь съежился и бессильно опустился на мокрую землю. Сначала он заплакал тихо, потом зарыдал, взывая к безжалостной пустыне, которая окружала его кольцом, и долго не мог успокоиться, всхлипывая без слез. Он разжег костер, согрелся, выпил несколько кружек горячей воды, устроился на ночлег на камнях, так же, как и в прошлую ночь. Перед тем, как лечь, он проверил, не промоклили спички и завел часы. Одеяло были влажные, липкие, лодыжка болезненно пульсировала. Но у него было только одно ощущение, ощущение голода. И ночью ему снились празднества, пиры и еда в самых разнообразных видах. Путник проснулся продрогшим и совсем больным. Солнца не было, серые тона земли и неба стали более густыми, глубокими. Дул сырой ветер и первые хлопья снега выбелили вершины холмов. Пока он разжигал костер и кипятил воду, воздух словно сгустился и побелел. Это пошел снег пополам с дождем, и хлопья были большие и мокрые. Сначала они таяли, прикасаясь к земле, но их падало все больше и больше, и скоро земля покрылась белой пеленой. Огонь потух, и запас мха отсырел. Это послужило путнику сигналом к тому, чтобы снова взвалить тюк на спину и снова поплестись вперед неизвестно куда. Его уже не интересовали больше ни страна маленьких палок, ни бил, ни тайник под перевернутым челноком у реки Дис. Им повелевало одно желание — есть! Обезумев от голода, он уже не выбирал дороги, стараясь лишь держаться низин. Он брел по мокрому снегу, рвал на ощупь водянистые болотные ягоды и выдергивал с корнями камыши. Но эта безвкусная пища не насыщала. Потом ему попалась какая-то травка, кислая на вкус, и он съел все, что нашел. Но травки было немного, так как она стлалась по земле, и ее занесло снег. Среди дня он нашел в большой луже двух пискарей. Вычерпать ее было невозможно, но он был теперь спокойнее, и ему удалось поймать их котелком. Они были не длиннее мизинца, но он уже не чувствовал острого голода. Тупая боль в желудке стала еще более тупой и слабой. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыбу сырой, принуждая себя тщательно пережевывать ее. Есть ему не хотелось, и он подчинялся только рассудку, который говорил, что это необходимо. Еще одна ночь. И наутро образумившись, наконец, он развязал ремешок, который стягивал туго набитый мешочек. Из мешочка посыпался крупный золотой песок и смородки. Путник разделил золото на две равные части, спрятал одну часть среди камней, завернув ее в кусок одеяла, а другую положил обратно в мешочек. Единственное оставшееся у него одеяло пошло на обмотки для ног. Но с ружьем он не хотел расставаться, ведь там, в тайнике у реки Дис, хранились патроны. День был туманный, и в этот день голод снова проснулся. Путник очень ослабел, у него так кружилась голова, что временами он ничего не видел. Теперь он то и дело спотыкался и падал, и раз упал прямо на гнездо белой куропатки. Там сидели только что вылупившиеся птенцы, маленькие комочки трепещущей жизни, каждый на глоток, не больше. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот, и они хрустели у него на зубах, точно яичная скорлупа. Куропатка-мать с громкими криками летала вокруг. Он попытался подшибить ее прикладом ружья, но она вовремя увернулась. Тогда он стал бросать нее камнями, и случайным ударом перебил ей крыло. Куропатка то вспархивая, то волоча раненое крыло по земле пустилась на утек, но путник не прекращал погони. Птенцы только раздразнили его аппетит. Неуклюже прихрамывая, он швырял в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, потом замолкал, терпеливо поднимался на ноги после каждого падения и протирал рукой глаза, борясь с дурнотой. Погоня завела его в болотистую низину, и там он наткнулся на человеческие следы на мокром мху. Это были не его следы. Должно быть, следы Била, но он не мог остановиться, потому что куропатка убегала все дальше и дальше. Сначала надо поймать ее, а потом можно будет вернуться к следам. Он довел птицу до изнеможения, но и сам изнемог. Она тяжело дыша лежала на боку. Он тоже тяжело дыша лежал на боку. Шагах в десяти от нее и не мог к ней подползти. А когда он отдохнул, отдохнула и она, и упорхнула от его жадно протянут руки. Погоня возобновилась. Наступила ночь, и это спасло птицу. Шатаясь от усталости, человек упал ничком и разрезал себе щеку. Тюк по-прежнему был у него за спиной. Он долг ижно, потом перевернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра. Еще один туманный день. Половина последнего одеяла пошла на обмотки. Ему не удалось снова набрести на следы Била, но он отнесся к этому равнодушно. Голод настойчиво гнал его вперед. Но неужели, неужели Билл тоже заплутался? К полудню ноша стала непосильно тяжелой. Он опять разделил золото, на этот раз попросту высыпав на землю сначала половину, а потом и все остальное, оставив себе только клочок одеяла, котелок и ружье. Его начали мучить галлюцинации. Он вдруг вообразил, что у него остался один патрон. Патрон заложен в камеру, он просто не заметил его, и в то же время он твердо знал, что камера пуста. Но галлюцинации не проходило. Несколько часов он боролся с ней, потом осмотрел ружье и убедился, что оно не заряжено. Разочарование было так горько, словно он действительно надеялся найти патрон. Овладев собой, он пошел дальше, по-новому опасаясь за свою жизнь. Теперь его страшила не голодная смерть, а смерть насильственная, которая наступит прежде, чем голод убьет в нем последние стремления сохранить жизнь. Кругом были волки. Со всех сторон в этой безотрадной пустыне слышался их вой, превращавший самый воздух вокруг него в живую угрозу, настолько ощутимую, что он невольно поднимал руки, отодвигая ее от себя. Точно это были стенки, раздуваемые ветром палатки. Время от времени волки по двое, по трое перебегали ему дорогу, но они держались поодаль. Их было немного, и к тому же они охотились за оленями, которые не оказывали сопротивления, тогда как от странного двуногого существа можно было ждать, что она станет кусаться и царапаться. К вечеру он наткнулся на разбросанные кости. Волкам удалось настигнуть добычу. Час тому назад это был молоденький олененок, и он весело мычал и резвился полной жизнью. Человек смотрел на кости, обглоданный, гладкий, но все еще розовый от того, что клетки их еще теплились жизнью. Возможно ли, что к концу этого дня и от него останутся одни кости? Такова жизнь суетная и недолгая. Только она и причиняет боль. В смерти нет страдания. Умереть все равно, что уснуть. Смерть означает конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать? Но этим философствованием скоро пришел конец. Человек присел на корточки, поднес кость к рту и начал высасывать из нее остатки жизни, которые еще окрашивали ее в бледно-розовый цвет. Сладкий вкус мяса, тонкий, еле уловимый, как далекое воспоминание, сводил его с ума. Он сжал челюсти и начал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал разбивать кости камнями, толочь их и проглатывать эту кашицу. Удары то и дело приходились по пальцам, и он, несмотря на лихорадочную спешку, все-таки удивлялся, что не чувствует особенной боли. Пришли страшные дни, и дождливые, и снежные. Путник уже не сознавал, когда останавливался на ночлег, когда пускался в путь. Он шел и ночью, и днем, отдыхал там, где падал, а когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и горела чуть ярче, полз вперед. Как разумное существо, он больше не боролся. Гнала его вперед сама жизнь, которая не хотела умирать. Человек не испытывал страданий. Его нервы притупились, онемели, а мозг был полон причудливых видений и сладостных грез. Он не переставал сосать и жевать раздробленные кости, собранные все доедины и унесенные с собой. Он не поднимался больше на холмы и не переходил ручье вброд, а бессознательно брел вдоль реки, которая текла по широкой долине. Глаза его не замечали ни реки, ни долины. Перед ним были только видения. Его душа и тело брели вперед бок о бок, и все же порознь. Так тонка была нить, которая связывала их. Он проснулся в полном сознании, лежа на спине. Сияло солнце, светлое и горячее, издали доносилось мычание оленят. Он смутно вспомнил дождь, снег и ветер, но не знал, сколько времени трепала его буря, два дня или две недели. Некоторое время он лежал без движения, и благодетельное солнце изливало на него свои лучи и согревало своим теплом его жалкое тело. Прекрасный день, подумал он. Может быть, ему удастся определить, где он находится. С мучительным усилием он перекатился на бок. Внизу медленно текла широкая река. Он не узнал ее. Безучастно он следил за ней глазами, видел, как она изгибается среди обнаженных, унылых холмов, еще более обнаженных, унылых и низких, чем те, которые встречались ему до сих пор. Медленно, задумчиво, бесстрастно, почти без всякого интереса, проследил он за течением незнакомой реки до самого горизонта, и вдруг увидел, что она вливается в светлое, сверкающее море. Но и это не взволновало его. Удивительно, подумал он, что это мираж или видение. Скорее, видение, плод болезненной фантазии. И еще более утвердился в этой мысли, увидев корабль, стоявший на якоре посреди сверкающего моря. Он закрыл на минуту глаза, потом снова открыл их. странно, как оно навязчиво, это видение. Впрочем, что же здесь странного? Ведь он хорошо знал, что в сердце этой страны нет ни моря, ни кораблей, так же, как нет патронов в его ружье. Человек услышал какой-то звук позади, не то хрип, не то кашель. Он медленно чувствует страшную слабость, и онемение во всем теле перевернулся на другой бок. Вблизи ничего не было видно, но он стал терпеливо ждать. Странные звуки послышались снова, и вот в шагах в двадцати от себя он разглядел между двумя зубчатыми камнями серую голову волка. Его уши торчали не так остро, как обычно бывает у волков. Глаза были мутные и воспаленные, шея уныло вытянута. Зверь все время щурился на ярком свету. Он, видимо, был болен, хрипения и кашель не прекращались. «Вот это по крайней мере настоящее», подумал человек и снова повернулся на другой бок, чтобы увидеть мир, закрытый от него раньше дымкой видений. Но море по-прежнему сверкало вдали, и корабль был ясно виден. Может быть, все-таки это тоже настоящее? Он закрыл глаза, долго думал, и, наконец, понял все. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диск в долине Каппермайн. Это сверкающее море, северно-ледовитый океан, этот корабль, китобойное судно, заплывшее на восток, далеко на восток от устья Маккензи, и оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту гудзоновской компании, которую видел когда-то давно, и все теперь стало ему ясно и понятно. Человек сел и стал думать, что же ему теперь делать. Он проносил до дыр обмотки с одеяло, и ноги его превратились в бесформенные куски мяса. Одеял больше не было. Ружье и нож пропали. Шапку он тоже где-то потерял, и вместе с ней спички засунутые за подкладку, но спички на груди, завернутые в пергамент и спрятанные в кесет были целые и сухи. Он посмотрел на часы. Стрелки показывали одиннадцать, часы все еще шли. Очевидно, он время от времени заводил их. Поднялось яркое солнце, и все утро человек спотыкаясь и падая брел по направлению к морю и кораблю. Погода была прекрасная, стояло короткое бабье лето, обычное в этих широтах. Оно могло продлиться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра. Днем он набрел на след. Это был след другого человека, который не шел, а полз на четвереньках. Ему пришло в голову, что, может быть, тут был его товарищ, но эта мысль не нарушила тупого безразличия. Любопытства в нем уже не осталось. Всякая способность к восприятию впечатлений покинула его. Он больше не ощущал боли, желудок и нервы уснули, но жизнь гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела умирать, и потому что она не хотела умирать, он все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил горячую воду и настороженно следил за больным волком. Он шел по следу другого человека и скоро увидел его конец, несколько свеже обглоданных костей на мокром мху испещренном отпечатками волчьих лап. Тут же валялся туго набитый мешочек из оленей кожи, весь изгрызанный острыми зубами, такой же, как был у него. Он поднял этот мешочек, хотя такая тяжесть была слишком велика для его ослабевших пальцев. Так значит, Билл до конца не расставался с ним. Он посмеется над Биллом, он выживет и возьмет мешочек с собой на корабль, стоящий посреди сверкающего моря. Его смех звучал хрипло и страшно, словно карканье ворона, и больной волк стал вторить ему за унывным воин. Человек внезапно замолк. Разве можно смеяться над Биллом, если это Билл, если эти чистые розовато-белые кости все, что осталось от Билла. Он отвернулся. Ну что ж, Билл бросил товарища, но он не возьмет его золото и не будет сосать его кости. Билл, наверное, не задумался бы это сделать, если бы вышло по-другому, размышлял он, ковыляя дальше. Он подошел к небольшому озерцу и, наклонившись посмотреть, нет ли там пискарей, словно ужаленный отдернул назад голову. Он увидел в воде свое отражение. Это страшное зрелище пробудило даже его притупившееся сознание. В озерце плавали три пискаря, но оно было так велико, что нечего было и думать вычерпать воду. После нескольких неудачных попыток поймать рыбу котелком, человек отказался от этой мысли. Он боялся, что от слабости упадет в воду и утонет. И по той же причине не решался пуститься вплавь по реке на одном из бревен, которых было так много на песчаных отмелях. В этот день человек сократил расстояние между собой и кораблем на три мили. На следующий день на две, потому что теперь он полз на четвереньках так же, как бил. К концу пятого дня корабль все еще находился на расстоянии семи миль от него, а он уже не мог сделать хотя бы одну милю в день. Бабье лето все еще держалось, и человек продолжал ползти, по временам теряя сознание, а позади все время кашлял и хрипел больной волк. Колени человека, так же, как и ступни, кровоточили, и хотя он обертывал их клочьями рубашки, по мху и камням за ним тянулся красный след. Оглянувшись однажды, он увидел, что волк жадно лижет эти кровавые следы, и отчетливо представил себе, какой его ожидает конец, если только он сам не прикончит волка. И тут началась трагедия, страшная трагедия борьбы за существование. Больной ползущий на четвереньках человек, больной ковыляющий за ним волк. Два существа, которые волочили свои полумертвые тела по безотрадной пустыне и охотились друг за другом. Будь это здоровый, сильный волк, человек смирился бы со своей участью, но мысль, что он попадет в утробу этого омерзительного существа, почти превратившегося впадаль, была противна ему, в нем еще оставалась брезгливость, но сознание его снова затуманилось, он снова был во власти галлюцинаций, а светлые промежутки становились все короче и реже. Он очнулся от обморока, почувствовал, что кто-то прерывисто дышит у него над самым ухом. Волк неловко отпрыгнул назад и упал от слабости. Это было смешно, но человек не рассмеялся, ему даже не было страшно. Он уже перешагнул через все грани человеческого восприятия. Его сознание на миг прояснилось, и он собрался с мыслями. До корабля оставалось не больше четырех миль. Протерев глаза словно застланной пеленой, он совсем отчетливо увидел корабль. И еще он увидел белый парус на лодке, несшийся по сверкающему морю. Но ему не проползти этих четырех миль. Он знал это и не чувствовал волнения. Он знал, что ему не проползти и четверти мили. И все-таки он хотел жить, умереть после всего, что пришлось вынести бессмысленно. Судьба требовала от него слишком многого, и, умирая, он боролся со смертью. Может быть, это было просто безумие, но, находясь уже в тисках смерти, человек бросал ей вызов и продолжал бороться. Он закрыл глаза и огромным напряжением воли заставил себя сосредоточиться. Он не хотел поддаваться забытью, который, словно прилив, заливало все глубины его сознания. Это мертвящее забытье поднималось, как морская волна, и мало-помалу затопляло все его существо. Временами он почти тонул в нем, беспомощно барахтаясь, а потом, побуждаемый какой-то непонятной силой, находил в себе новые обрывки воли и выплывал на поверхность. Человек неподвижно лежал на спине и слышал, как медленно приближается к нему хриплое дыхание больного волка. Время тянулось бесконечно, но человек не двигался. Вот дыхание волка уже у самого его уха. Шероховатый сухой язык, точно наждачная бумага оцарапал ему щеку. Он стремительно вытянул обе руки, по крайней мере хотел вытянуть, пальцы скрючились, как когти, но схватили воздух. Быстрота и уверенность требуют силы, а у него этой силы не было. Терпение волка было страшно, терпение человека было не менее страшно. Целых полдня он лежал неподвижно, боясь потерять сознание и подстерегая каждое движение существа, которое хотелось есть его и которым он сам хотел насытиться. По временам волны забытья заливали его. Ему снились долгие сны, но и во сне и наяву он ждал, что вот-вот услышат хриплое дыхание и почувствуют прикосновение шершавого языка. Дыхание волка он так и не услышал, но из забытья его вывело прикосновение шершавого языка к руке. Он выжидал. Волчьи клыки сдавили руку сначала слегка, потом сильнее. Волк из последних сил старался вонзить зубы в мясо, которого он так долго ждал, но и человек долго ждал, и его пальцы сжали волчью челюсть, и покуда волк бессильно отбивался, а пальцы человека также бессильно сжимали его челюсть, к волчьей шее протянулась другая рука. Пятью минутами позже человек всей своей тяжестью навалился на волка. Рукам человека недоставало силы, но лицо его прижималось к горлу волка, и рот был полон шерсти. Прошло еще полчаса, и человек почувствовал в горле теплую струю. Ощущение было неприятное, словно в желудок ему насильно вливали расплавленный свинец. Потом человек перевернулся на спину и заснул. На китобойном судне Бетфорд находилось несколько членов научной экспедиции. С палубой они заметили какое-то странное существо на берегу, оно двигалось к морю. Они не могли определить, что это такое, и, будучи людьми науки, спустили на воду шлюпку и отправились на берег. И взором их предстало нечто такое, что вряд ли можно было назвать человеком. Это существо ничего не видело, ничего не сознавало. Оно извивалось по земле, словно какой-то чудовищный червь. Его усилия были по большей части безрезультатны, но оно отличалось настойчивостью и продвигалось вперед, может быть, со скоростью каких-нибудь двух десятков шагов в час. три недели спустя, лежа на койке китобойного судна Бетфорд и, обливаясь слезами, человек рассказал о том, кто он такой и что ему пришлось перенести. Он не связанно бормотал о своей матери, о солнечной Калифорнии и обувитом цветами домики среди апельсиновых рощ. Прошло несколько дней и он уже сидел за столом с членами научной экспедиции с офицерами корабля. Он пожирал глазами расставленное на столе явство с беспокойством следя, как они исчезают в чужих ртах и на лице его появлялось глубокое сожаление. Он был полным рассудки и все же ненавидел своих соседей по столу. Его преследовал страх, что пищи не хватит. Он расспрашивал повара, юнгу, капитана о корабельных запасах. Они успокаивали его сотни раз, но он не верил им и пробирался в трюм, чтобы убедиться собственными глазами. Заметили, что он толстеет. Фигура его округлялась день ото дня. Ученые качали головой и строили разные предположения. Они ограничили его в еде, но он продолжал пухнуть. Матросы усмехались. Они знали, в чем дело. И когда ученые стали за ним следить, им тоже стало все ясно. Они приметили, что после завтрака он отправлялся на бак и с протянутой рукой, как нищий, подходил к какому-нибудь матросу. Матрос усмехался и давал ему огрызок галеты. Человек жадно хватал его, как скупец золота и прятал за пазуху. Такие же подачки он получал и от других матросов. Ученые были тактичны, они ничего не сказали ему, но украдкой осмотрели его койку. В ней было полно галет. Матрас был набит галетами, галеты торчали в каждой щели. Тем не менее, человек был в здравом уме. он принимал меры предосторожности против второй голодовки. Вот и все. Это пройдет, заявили ученые. И это действительно прошло. Еще прежде, Бетфорд бросил якорь в гавани Сан-Франциско. Сан-Франциско.